Летний сезон краж можно считать открытым. За последние несколько дней из подъезда в жилых домов города похитили 4 велосипеда. Во всех случаях владельцы не позаботились об элементарной защите своего транспорта. С одним из потерпевших встретился наш коллега Владимир Рожин. Этот урок на ремарский школьник запомнит надолго. Еще вчера днем он катался с друзьями на своем велосипеде. Возвращаясь домой, подросток, как обычно, оставил свой транспорт в подъезде без присмотра. А уже вечером, выходя на улицу, обнаружил пропажу. Вчера в полседьмого меня позвали гулять. Где-то в семь часов я вышел, а велосипеда нет. Только за последние несколько дней в Наринмаре зафиксировано 4 случая кражи транспорта. Один из них уже вернули владельцу. По данным оперативников, все велосипеды были похищены из подъезда в жилых домов. Сейчас украсть велосипед очень легко. К примеру, этот стоит без каких-либо средств защиты. Мне ничего не стоит, просто взять и выкатить его из подъезда. За прошлый год в окружной столице совершено порядка 30 краж велосипедов. В большинстве случаев личности злоумышленников установлены. Среди нарушителей в основном несовершеннолетние. Хочется обратиться к родителям, чтобы провели профилактические беседы с своими детьми. И рассказали им о том, что об ответственности за хищение чужого имущества. Что если велосипед чужой лежит без присмотра возле подъезда, либо в подъезде, брать его нельзя ни в коем случае. За это предусмотрена уголовная ответственность. А вот Алексей Литков уверен, его велосипед так просто никто не украдет. Во-первых, личный двухколесный транспорт молодой человек держит не в подъезде, а на балконе своей квартиры. Во-вторых, даже если и приходится оставить велосипед на улице без присмотра, он использует элементарные противоугонные средства. Замок использую на гибкой сцепке. Вот он с ключом, который в одном экземпляре ухранится у меня. Я отстегнул, прицепил раму к раму, например, к забору. И, соответственно, уже велосипед. Например, колеса можно унести, конечно, но рама останется на месте. Однако, как показывает практика, таких ответственных владельцев на Ринмаре единицы. И пока люди сами не задумаются о сохранности своего имущества, статистика краж будет только увеличиваться. Продолжение следует...